Двухколесные друзья, особенно в летний период времени, пользуются большой популярностью. Велосипедистов можно часто встретить как в городских парках, так и на автодорогах города. Вот только вопрос в том, где произвели их транспорт. Исправляется ли он с возложенными на него нагрузками? Андрей Мартынов, работник велопроката, говорит, что сейчас отечественные модели заметно проигрывают зарубежным. Если начать, допустим, с 2013 года, то до 2013 года велосипеды, то есть даже наши, были хорошие. В отличие от того, что производят сейчас. Потому что мы занимаемся ремонтом, которые сделаны в эти годы, начиная с 2013, 2014, 2015 года. То есть они каждый год ремонтируются три раза, четыре раза за лето. Зарубежные же модели, по словам Андрея, выдерживают куда большие нагрузки. Правда, люди, которые приходят брать велосипеды на прокат, обращают больше внимания на его внешний вид, нежели на качество. Самые стойкие модели велосипедов, по словам Андрея, это Стелс и Стерн. Обе фирмы российские. И в специализированном магазине пояснили, что такие модели пользуются большой популярностью у покупателей. Основные тренды создают американские фирмы велосипедной промышленности. Но российские фирмы не уступают в плане технологий. Потому что все технологии – это японские производители Шимана либо Срем. Шимана – это японский бренд, Срем – это американский бренд. Самый распространенный тип велосипедов – горные. Несмотря на название, они предназначены как для езды по городу, так и по пересеченной местности. И здесь покупатели даже сейчас предпочитают модели именно российские. Первый и самый важный критерий здесь – это цена. Чаще всего фирмы-производители велосипедов изготавливают только раму, педаль, руль и вилку. Все остальное – это обвесы других фирм. Причем явление это не только у российских, но и у зарубежных производителей. Однако Россия может конкурировать не только по категории горных велосипедов. Например, BMX, то есть трюковые велосипеды. Наши отечественные BMX по навесному оборудованию, в принципе, могут конкурировать с западными. А просто навесное оборудование, опять же, используется других брендов. Основные поставщики велосипедов из зарубежных стран – это Германия, Франция и Тайвань. Например, электровелосипед. Двигатель, аккумуляторы – у этого железного коня есть все необходимое. Зарубежная модель стоит около 150 тысяч рублей, а российский – 90. По словам Александра, по качеству один другому не уступает. Горные двухподвесы – фатбайки. Получается, что отечественный производитель может конкурировать с зарубежным? Если нам перекроют рынок заграничных велосипедов, то в России есть много компаний, которые профессионально занимаются производством велосипедов премиального качества. И просто они на себя возьмут эту ответственность и будут продавать велосипеды своих брендов. Главная проблема с отечественным брендом, по словам Александра, это то, что его сложнее раскрутить. Например, в магазине выставлена зарубежная модель – немецкий куб. Стоит он 50 тысяч рублей. И хоть у него есть отечественный аналог, не каждый покупатель готов отдать большую сумму за российскую модель. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.